Всем добрый день, меня зовут Никита Минаев, я и мой коллега Егор Эрбидан работаем дата-сайентистами в Тинькофф. И сегодня мы расскажем, как мы использовали look-alike подход, который, в общем, стал популярным во многом реасоциальным сетям, для решения задач разных департаментов нашей компании и разных продуктов нашей экосистемы. Собственно, давайте поставим задачу, которая перед нами стояла. Нам на вход поступает список пользователей, и мы хотим найти клиентов, похожих на них. По такому принципу, собственно, работают многие механизмы таргетирования в социальных сетях. Например, в Фейсбуке такая штука называется look-alike audience. У нас мы рассматривали, мы делали это как внутренний продукт и рассматривали как заказчиков других дата-сайентистов, но также и аналитиков из разных других отделов и специалистов по маркетингу. Соответственно, из этой задачи вытекает, что основное применение – это маркетинг, но в итоге в процессе использования нам поступали самые разные кейсы, которые хорошо решались в парадигме поиска похожих клиентов. И, наконец, для нас было очень важно сделать из этого автоматическое решение, чтобы по минимальному количеству действий с минимальным человеческим участием такие задачи решались автоматически. Собственно, когда мы поставили эту задачу, решили ее решать методами машинного обучения, первый вопрос основной, который возник – это решать ее супервайст или ансупервайст подходом. Мы начали с ансупервайст подхода, и вообще нам кажется, что это довольно логично, потому что эта задача, она по своей формулировке гораздо ближе к ансупервайст, чем к супервайст. И поэтому мы начали с некоторого количества таких экспериментов. Мы использовали алгоритмы кластеризации – Каминс, Минибач Каминс, Дебаскан, Гауссиан Миксчер. Но понятно, что сама кластеризация не решает эту задачу. Мы делали какое-то разбиение на кластера, и дальше пытались накрутить поверх этого какой-то свой алгоритм для решения нашей задачи. То есть у нас получалось какое-то разбиение на кластера, мы смотрели, где там наше ядро сегмента, вот те клиенты, которые к нам пришли на вход, где, соответственно, все наши остальные клиенты пытались понять, кого можно добавить в этот сегмент, кого логично добавить в китру сегмента, чтобы, соответственно, все было хорошо. Чтобы измерять качество в такой задаче, нам понадобилось придумать некоторые метрики. Соответственно, это были метрики, похожие на супервайст метрики, но несколько модифицированные. И на этих метриках мы сравнивали этот подход и супервайст подход. И для супервайст подхода качество было чуть хуже. И, возможно, это связано в том числе, что метрики мы свои строили из таких стандартных супервайст метрик. Вот, поэтому мы не на 100% доверяли этим метрикам, мы довели оба наших подхода до полноценного АБ-теста. Мы делали АБ-тест через сториз. Я думаю, что все слушатели примерно так или иначе сталкивались своей жизнью сториз, например, в Инстаграме, это еще. Вот в нашем мобильном приложении тоже есть наши Тинькофф сториз. И они, на самом деле, отличный канал маркетинговой коммуникации. То есть их можно таргетировать для каждой сториз, выбрать набор пользователей, набор клиентов, которые эту историю увидят. И потом замерить разные метрики. То есть кто из них действительно посмотрел, как они смотрели, нажимали ли они на всякие кнопки. В общем, замерить разные бизнесовые показатели, которые нас интересуют. И, собственно, мы провели АБ-тест как раз через сториз. Сделали соответствующую... Ну, взяли одну из историй, которую нужно было таргетировать. С помощью наших экспериментов сделали для этой истории Unsupervised группу, группу, полученную Supervised подходом, и рандомную группу. И оба подхода показали хорошее качество в том плане, что они значительно опередили вот эту вот рандомную группу по интересующим нас метрикам. Но качество между ними оказалось приблизительно одинаковым. Но в процессе, пока мы ставили эти эксперименты и постоянно держа в голове, что дальше, что мы хотим опять-таки весь процесс автоматизировать, мы заметили некоторые серьезные недостатки того метода, который мы разработали. И основной из них был связан с тем, что его, собственно говоря, сложно автоматизировать. Это связано вот с чем. В разных задачах, которые мы решали, оказались оптимальными разные подходы к кластеризации. Вот, среди использованных методов где-то было лучше что-то одно, где-то другое, и с очень большим разбросом гиперпараметров. Поэтому нормально потюнить автоматические гиперпараметры для задачи в общем виде, то есть автоматический тюнинг для каждой поступающей к нам задачи получалось очень плохо. В том числе это связано со следующей проблемой, что время кластеризации могло быть очень большим и очень плохо предсказуемым. И, соответственно, если мы перебираем варианты по какому-то гряду, в начале гряда могут оказаться плохие и очень долгие варианты. И в итоге мы, ну, то есть будем ждать очень долго времени, прежде чем дойдем до каких-то хороших и оптимальных. Потому что не можем заранее сказать, какие варианты будут тут более оптимальны, какие менее. Ну и, наконец, это решение потребляло очень много оперативной памяти, и само по себе это не то чтобы проблема, то есть мы могли четко оценить, сколько надо оперативной памяти, соответственно, мы могли бы поставить соответствующее железо и решить эту проблему, но объем потребляемой памяти тоже был довольно непредсказуемым. Вот, это все очень сильно мешало нашей дальнейшей цели, которую он оставил после эксперимента. Ну, при этом у этого подхода были некоторые преимущества. Они связаны, в общем, в основном с тем, что подход этот ансупервайст. И он, ну, с точки зрения теории, действительно больше подходит к этой задаче. Вот, первое преимущество, как мы увидим дальше, в ансупервайст-подходе у нас появились довольно серьезные ограничения на размер ядра сегмента, то есть размер этого списка клиентов, который поступает к нам в начале от пользователя. А вот в ансупервайст-подходе таких ограничений не возникало. По сути, для любого количества клиентов на входе задача вполне решалась. И еще одна серьезная проблема, о которой мы чуть позже подробнее поговорим, связана с наличием таргета. То есть в ансупервайст-подходе у нас, соответственно, проявлялся таргет. Таргет, в данном случае, это принадлежность к ядру. То есть принадлежит клиент вот этому нашему изначальному списку или нет. Давайте представим, что мы решаем такую типовую маркетинговую задачу. Вот есть продукт X, у него есть какие-то клиенты, мы хотим найти всех на них похожих, чтобы им продать этот продукт, чтобы им прорекламировать. И мы ожидаем, что люди, похожие на тихущих пользователей, с большей вероятностью откликнутся на эту рекламу, чем если мы начнем рандомным пользователям показывать рекламу этого продукта. Но дальше, соответственно, это будет некоторый момент машинного обучения, работающий на наборе фич. Фичей у нас очень много, про это тоже мы расскажем чуть позже. Но в том числе это много фичей, связанных с использованием тех или иных продуктов. Если мы вернемся к нашей задаче про продукт X, может получиться так, что среди наших фичей много фичей, связанных с продуктом X. А дальше получится, что мы предсказываем пользоваться для человека этим продуктом по его активности в этом продукте. И тогда получится, что хорошо обучившаяся модель, она, очевидно, поймет эту простую закономерность. И похожими окажутся те клиенты, у которых у обоих есть этот продукт, а непохожими будут клиенты, когда у одного есть этот продукт, а у другого нет. Соответственно, на клиентов, у которых сейчас этот есть продукт, будут похожи только они же сами. А все остальные клиенты будут на них не похожи. Ну и, очевидно, это не тот бизнесовый результат, которого мы хотим достичь, потому что он нам, то есть с точки зрения машинного обучения, качество может быть очень высоким, но с точки зрения практической задачи мы не найдем, не решим задачи, не найдем нужных нам клиентов. Вот. Но эта проблема возникает, когда возникает таргет. Вот в первом случае, соответственно, у нас нет таргета и нет этой проблемы. Давайте теперь посмотрим на альтернативный подход. Часть про него уже рассказали, но теперь давайте посмотрим на некоторые детали. Первая же и основная проблема, да, чтобы сделать супервайс-подход, нам нужны отрицательные примеры. То есть с положительными примерами все понятно. Это то, что нам передал пользователь, это ядро сегменту. Нужны еще отрицательные. В большинстве задач, вот в том скоупе, который мы пытаемся решить, отрицательных примеров нет. То есть они иногда возникают, об этом там тоже чуть-чуть помянем позже, но изначально мы исходим с того, что их нет, и их правда в большинстве случаев нет. Значит, если мы как-то их сможем найти, то задача просто ведется к бинарной классификации, и тут все отлично. Когда у нас положительные примеры, это, собственно, те, кого передал пользователь, отрицательные, вот мы как-то нашли. Дальше у нас задача бинарной классификации, мы используем CutBoost, и все хорошо. Почему нам особенно хорошо с точки зрения автоматизации в этом случае? Ну, вот когда мы определились с библиотекой, в нашем случае это CutBoost, то дальше перебирать не при параметре легко. Ну, в случае CutBoost мы тюним количество деревьев и глубину деревьев. Соответственно, вот два параметра, мы строим по ним грид, и по нему легко пройтись, его легко перебрать. И что еще важно, мы довольно хорошо знаем, сколько времени будет занимать каждый этап тюнинга. То есть мы понимаем, что если увеличить число деревьев, то время увеличится, и мы понимаем, как оно увеличится приблизительно. Если увеличить глубину деревьев, мы тоже примерно понимаем, как оно увеличится. Значит, для каждого этапа гряда мы примерно знаем, сколько времени он будет занимать. А значит, и про весь этап тюнинга, и все наше решение задачи, мы довольно хорошо представляем, в какие временные рамки оно укладывается. И по памяти аналогичная ситуация. И это очень хорошо для автоматизации. Бонусом, который сначала нам казался просто как бы бесплатным дополнением, в итоге в ряде задач оказался весьма важным, это то, что из кодбуста можно получить фичи импортенс. Надо узнать, какие фичи на самом деле были разделяющими данной задачей. Это круто. Но есть и очевидные проблемы у этого метода, и они, в общем, все связаны именно с тем, что мы как бы идем против, в некотором роде, против сути этой задачи, и решаем, успеваясь в задачу, вот, неподходящую для этого метода. Эти проблемы связаны, вот, опять же, с нашим первым пунктом, что надо как-то найти отрицательные примеры. Ну, как мы их находим? На самом деле, мы используем такой довольно простой хак. Мы берем некоторое рандомное подмножество клиентов и говорим, что, ну, вот, в нашей задаче теперь это отрицательные примеры. Почему это вообще работает? Изначально, когда мы делали эксперименты, наш скоп-задач, в него, в общем, входили задачи, где размер ядра сегмента измерялся где-то десятками тысяч клиентов. Всего на текущий момент в нашей экосистеме, ну, в общем-то, больше десяти миллионов. Поэтому, соответственно, часть, которая занимает этот сегмент в задаче, ядро сегмента, она довольно мала. И при этом мы хотим ее расширить, но, понятно, мы ее хотим расширить обычно, ну, там, не на много порядков, а какими-то более-менее сопоставимыми размерами. И, соответственно, нам нужны отрицательные примеры, которых мы собираем тоже какое-то сопоставимое количество. И получается, что если у нас десятки тысяч положительных примеров, десятки, может быть, там, сто тысяч отрицательных примеров, то мы, выбирая произвольно эти отрицательные примеры, очень редко попадаем в примеры, которые на самом деле должны быть положительные, которые мы как раз ищем и хотим добавить к ядру сегмента. Собственно, поэтому этот хак работает. Понятно, что такого обоснования нам не было достаточно, чтобы понять, что он работает, но опять-таки в рамках тех же АБ-тестов, которые мы проводили на этапе экспериментирования, оказалось, что это вполне разумное допущение. Оно вполне позволяет решать задачи и приводит в итоге к нормальному качеству уже на бизнес-метриках, не только на наших каких-то внутренних метриках машинного обучения. Но понятно, что такое серьезное допущение, оно не может обойтись, скажем так, бесплатно. И оно доводит на нас следующие ограничения, потому что в реальной жизни к нам попадали после запуска всего этого разные задачи, в том числе с большим ядром сегмента, где были сотни тысяч, там все еще было более-менее нормально, но там, где и были миллионы клиентов, и там все становилось сильно хуже. Потому что, что значит, когда у нас больше миллионов клиентов в ядре? Мы собираем код с постоянного размера, отрицательные примеры, то, что мы называем не-сегментом, и клиентов в не-сегменте получается тоже много, мы выбираем их рандомно, и очень часто начинаем промахиваться, то есть клиентов, у которых на самом деле должен быть высокий скорб, которые на самом деле должны были быть добавлены к сегменту. И это добавляет нам первое ограничение, то есть первое ограничение связано с тем, что когда слишком большое ядро сегмента, все становится резко, очень плохо. В обратную сторону тоже есть ограничение, когда ядро сегмента слишком маленького, модель просто недообучается, и то, что становится довольно плохо. Поэтому подход вполне себе работает, но довольно в ограниченном диапазоне, там от десятков тысяч до миллиона с размером ядра сегмента. Вот. И не забываем еще один момент, про который говорили на предыдущем слайде, проблема связи фичей с тарлетом. Вот. Мы с этим смогли в той или иной степени побороться, и про это потом подробнее расскажет мой коллега. Вот. Но вот эти все проблемы, они, в общем, остаются. Но, тем не менее, вспоминая, что у нас для нас всегда была очень важна автоматизация этого процесса, мы остановились на супервайз-подходе, потому что на супервайз, ну, просто не получалось превратить в какое-нибудь, словно говоря, продовое решение. Поэтому наш выбор данной задачи – это супервайз. Собственно, на этом мы закончили с экспериментальной частью и перешли к части вот по созданию готового автоматического решения. Какие цели перед нами стояли в этот момент? Ну, первое, то, что я уже 10 раз повторил, то, что, да, мы хотим, чтобы оно было максимально автоматическое. Что это вообще для нас значило на практике? Мы хотели, чтобы туда приходил пользователь. Напомню, пользователь – это какой-нибудь наш коллега, который может быть специалист по Data Science, но вполне возможно, что и нет. И ему, может быть, не очень интересно лезть в какие-то детали, понимать, как он там работает внутри. Но это должно быть для него максимально доступно. Чтобы, опять, какой-нибудь аналитик, ну, более далекий от Data Science, или специалист по маркетингу, или технологии, еще кто-то мог воспользоваться этим и быстро получить результаты для решения своих задач. Отсюда вытекают несколько критериев на готовое решение. Значит, должно быть максимально простое взаимодействие с пользователем. Порог входа должен быть максимально низким. Дальше от пользователя мы хотим спрятать под капот все детали. Ведь в процессе будет происходить много этапов. Да, мы будем как-то собирать данные, строить фичи, тюнить модель, делать еще что-то. Ну, помимо этого, понятно, всякие чисто технические вещи, типа писать логи. И мы хотим это все спрятать от клиента. Мы хотим, чтобы пользователь просто загружал список клиентов, на которых мы ищем похожих на вход. И на выход получал список из остальных наших клиентов, отсортированных по убыванию похожести. Дальше он может взять просто топ этого списка и сказать, что вот они похожие клиенты. Ну и, наконец, для автоматического решения, как мы уже обсуждали, очень важно, чтобы время исполнения можно было хорошо оценить. И сказать клиенту, да, через столько-то времени максимум оно будет готово. При этом у нас тут никогда не стоялась задача делать это как-то там при алтайме и вообще очень быстро, потому что понятно, что тут у нас и тюник, и мы хотим много вариантов перебрать. То есть цели минимизации времени, в общем, не было, но была цель, чтобы оно всегда было сильно ограниченным, предсказуемым. Чтобы мы понимали, как оно зависит от разных факторов, например, в первую очередь, от размера ядра в семье. Собственно, о том, как мы достигали этих целей и строили итоговое решение, расскажет подробнее мой коллега Егор Арбетан. Егор, тебе слово. Спасибо, Никита. Всем привет. Давайте продолжим. Мы разработали веб-сервис для поиска похожих клиентов. Внутри сервиса, как сказала Никита, живет как густ. Все, что нужно пользователю, чтобы начать пользоваться сервисом, это подготовить и отправить сервис ядро-сегмента. Это просто список ID клиентов, на которые сервис будет искать похожих людей. Если у пользователя помимо ядра есть еще и анти-ядро, которое, как Никита сказал, мы называем не-сегментом, то он также может загрузить этот файл в сервис. Больше пользователю ничего не нужно. Сервис сам соберет все печи, сам их подготовит, подберет гиперпараметры, получит финальную модель, сделает предсказания, все заблогирует и так далее. Пользователь получит уведомление о том, что задача посчитана, где будет ссылка на файл и результат. Но его можно забрать из хранилища, если ему так будет удобнее. На выход пользователь получит список клиентов, которые отсортированы по похожести на заданную пользовательную выборку. Решение одной задачи у нас сейчас занимает от 4 часов до суток. Это сильно зависит от размера ядра, а также от ряда других факторов, о некоторых из которых мы поговорим далее. Сами же задачи автоматически ставятся в очередь, если сервис занят предыдущей задачей. Давайте теперь поговорим о ряде дополнительных возможностей сервиса. Пользователь сервиса помимо ID клиентов может указать дату, когда пользователь точно относился к сегменту. Это будет учитываться при сборе фичей, но об этом будет подробнее дальше. Если же дат нет, то сервис автоматически подставит текущую дату на место пропуска. Также от наличия или отсутствия даты зависит и скорость работы сервиса над задачей. Если даты не указаны заранее, то в таком случае будут использованы те фичи, которые построены на сегодняшнюю дату отдельным процессом. Поэтому если дат нет, то не нужно тратить время на построение фичей, а значит задача закончить работу быстрее. В некоторых задачах есть признаки клиентов, которые завышают внутренние метрики и портят итоговый результат. Например, если мы хотим найти клиентов, которые похожи на клиентов какого-то сервиса, то лучше убрать фичу, которая говорит об использовании этого сервиса. Собственно, ровно это мы и позволяем сделать внутри нашего сервиса пользователям, ну и сами мы это тоже можем сделать. Для каждой задачи сервис составляет отчет, который помогает объяснять пользователю сервиса результаты, и мы еще к этому вернемся немного позднее. Давайте теперь поговорим о признаках. Как я рассказывал, пользователь сервиса может либо передать даты для каждого пользователя ядра и не ядра, либо сервис подставит текущую дату сам. В любом случае, эта дата будет использоваться, чтобы собрать фичи для клиентов за последние полгода относительно этой даты. Сейчас мы собираем несколько групп фичей, большинство из них основаны в транзакциях, также и судем, и путешествия, ну и некоторые другие, которые вы можете видеть на слайде. Давайте теперь перейдем к отчетам. По итогу каждой задачи строится небольшой отчет с графиками и статистикой. Он нам нужен по двум причинам. Часто пользователи сами в этом заинтересованы, а также это нужно для наших собственных нужд, чтобы лучше оценить качество решенной задачи и еще по некоторым причинам. В каждом отчете представлена следующая информация. Это табличи свечей Importance, это PR-кривые, графики распределения скеров в разных группах, в сегменте и не сегменте, статистики распределения скеров, а также более детальные исследования топовых фичей. Это графики зависимости среднего скера от значений фичи и статистики по фичам в каждой группе. Все это нам очень помогает отвечать на большую часть вопросов пользователей сервиса, а главное, что эти отчеты строятся автоматически. Теперь немного поговорим о проблемах, с которыми мы столкнулись. Во-первых, сервис используется для решения большого количества разных задач, поэтому использовать один заранее определенный грид – это плохо. Как мы это сейчас решаем? Мы автоматически расширяем его, если оптимальные параметры оказались на краю, и делаем это фиксированное количество раз. То есть, с одной стороны, мы расширяем количество времени, увеличиваем количество времени, которое необходимо для каждой задачи, но делаем это какое-то фиксированное время. Еще одна проблема, с которой мы столкнулись – это нехватка оперативной памяти. Для решения мы используем две вещи. Во-первых, это библиотека Dask, которая более эффективно хранит данные. И также, раз мы определились точно с тем, с той библиотекой, которую мы будем использовать внутри нашего сервиса, то мы можем воспользоваться теми возможностями, которые предоставляет самая библиотека. В данном случае это Pool. Теперь поговорим немного про наши планы. В первую очередь мы хотим попробовать другие подходы, которые основаны на эмбейзингах. Как мы уже рассказывали, в нашем текущем подходе есть ряд ограничений, а именно данный подход плохо работает с большими и маленькими ядрами, и есть фичи, которые сильно связаны с таргетом. Но этих ограничений нет в Unsupervised подходе, а также, если получить хорошие эмбейзинги, то похожесть человека может быть рассчитана какой-нибудь симметрической величиной, например, ефклидовым или косинусным расстоянием, или как-нибудь еще. Также мы хотим добавить еще больше труб печей. Связано это с тем, что наши заказчики проходят далеко не только с задачами из банковского сектора, так как у нас много разных отделов и продуктов. А как мы видели, фичи мы используем в основном банковские, что для ряда задач возможно неправильно. Поэтому хочется расширить количество групп фичей и дать возможность пользователю выбирать их целыми группами под каждую задачу. Так сервис станет куда более гибким, а также это может быть особенно важным, если рассматривать сервис как возможность поисследовать аудиторию какого-либо сервиса, продукта, бренда или чего-либо еще. Также мы хотели бы дать возможность пользователям выбирать одну из нескольких бизнес-метрик, чтобы после этого сервис мог бы подсказать, какое оптимальное число клиентов нужно взять для рекламной кампании. Дальше Никита расскажет вам про некоторые решенные задачи с помощью нашего сервиса. Всем добрый день еще раз. Егор рассказал нам о том, какой в итоге продукт был сделан. Это, в общем, получился, как он упоминал, веб-сервис, в который мы можем загружать задачи, в который пользователи могут загружать задачи. И, таким образом, мы уже решили довольно приличное количество задач. Как мы уже несколько раз вспоминали, из них чаще всего встречались маркетинговые и околомаркетинговые задачи. И давайте пройдемся по некоторым самым популярным группам из них. Ну, во-первых, это кросс-сейл. Во-вторых, это рекламы каких-то конкретных продуктов. То есть, в общем, мнения довольно близкие маркетинговые, они отличаются условиями сбора ядра, а сервис обрабатывает их, опять-таки, автоматически и довольно одинаково. А вот следующий пункт, он, в общем, сильно отличается, на нем я сконструируюсь чуть-чуть поподробнее. Это поиск целевой аудитории. Когда мы сделали и запустили наш сервис, выяснилось, что есть пользователи, которым, на самом деле, не очень интересны скоры, не очень интересно выделять похожих пользователей, им гораздо интереснее, чем их текущая целевая аудитория отличается от всех остальных клиентов. То есть, вот есть наша большая экосистема, есть какой-нибудь продукт, не очень уже маленький, но еще не очень крупный, им пользуется какое-то количество людей, интересно лучше их узнать, понять, что их, собственно, выделяет среди остальных наших клиентов. И вот здесь очень пригодились, во-первых, то, что мы можем получать фичи импортанс из кодбуста, потому что, по сути, топ фичей по фичи импортанса, это и есть то, что отличает этих людей от остальных. Но при этом важно понимать, что кодбуст, это ансамбль из большого числа деревьев, и, по большому счету, это не очень интерпретируемая модель. И мы, соответственно, хотели приблизиться к ее интерпретируемости, сделать хоть, в общем, хоть как-то лучше ее понимать. Для этого были разработаны автоматические отчеты, про которые раньше рассказывал Егор. И они за счет довольно простых, в общем, не импельных, а статистических методов позволяют в ряде случаев хорошо понять, почему там, как те или иные фичи влияли на результат. И в большинстве случаев эти закономерности, они были, в общем, довольно очевидны и лежали на поверхности. То есть, если мы исследуем там какой-нибудь продукт, связанный с мобильным приложением даже, то продукт, который используется внутри, например, мобильного приложения, то мы видим, что им более склонны пользоваться те клиенты, которые чаще пользуются мобильным приложением. И вот всякого такого рода зависимости. Где-то там еще влияет возраст, то есть, к чему-то более склонны более молодые клиенты, к чему-то более в возрасте клиенты. И часто эти закономерности лежали на поверхности, но все равно классно, что мы нашли их автоматически. Нас это, в общем, очень радует в этой задаче, что какие-то такие вещи определяются, о них говорит модель. Вот. Ну и иногда мы находили какие-то менее ожиданные, скажем так, зависимости. Не скажу, что там были какие-то прям гениальные инсайты находились таким образом, но находились вещи, над которыми дальше могли подумать, соответственно, продукты соответствующих отделов, заказчики, придумать, как это использовать. Вот. Ну и, наконец, вернемся к вопросу про сториз. Сториз у нас много, там используется, как я говорю, очень много разных механизмов для их таргетирования. Мы тоже, в общем, всегда любим поучаствовать в этом процессе, когда у нас возникает такая возможность. И в данном случае мы использовали этот сервис для сториз, в том числе и маркетингового характера, когда, например, появлялась, может быть, не новый продукт, а какая-то новая функция среди наших продуктов в нашей экосистеме. И мы хотели рассказать о ней клиентам, но не всем подряд, а выбрать тех, кому это действительно может быть интересно. Вот. И иногда это были вещи вообще, может быть, даже не очень связанные напрямую с маркетингом, когда мы хотели рассказать о каких-то событиях. То есть у нас много довольно таких lifestyle stories, которые рассказывают о их событиях, мероприятиях и так далее. Их тоже хочется раскатывать не на всех, а примерно понимать, кому это может быть интересно. И вот для таких механизмов мы тоже использовали наш сервис. Собственно, давайте на этом подытожим. Мы за последние несколько лет в нашей компании решали много задач, связанных с клиентскими фичами, для предсказания каких-то фактов про клиента. И за это время научились строить много разных интересных фичей, в том числе на их транзакционном поведении, но и на всяких других. И на других данных клиентах. И решая эти задачи, мы захотели их автоматизировать. Там было очень много реюза фичей, реюза данных, реюза кода. И мы, конечно, хотели, чтобы это все происходило автоматически. И тут вот эта концепция lookalike нам очень помогла. И мы, собственно, смогли сначала экспериментально решить ряд задач, а потом собрать сервис, который, по сути, автоматизирует то, что мы до этого долгое время делали руками. Вот. И теперь этот сервис в некотором роде автоматизирует работу дата-свентистов на каком-то классе задач, которых у нас действительно много. Вот. И успешно применяется вот в тех задачах, о которых я рассказал чуть раньше. На этом все. Всем спасибо большое. Теперь мы готовы ответить на ваши вопросы. Продолжение следует...